Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы «Новости» – медицинский центр «Анапа-Океан». Вы смотрите «Новости» Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Итак, коротко о главных событиях дня. Место встречи Анапа. Органы территориальных общественных самоуправлений края подводят итоги работы и делятся опытом. За жизнь без вредных привычек. Молодёжь призывает анапчан дышать полной грудью и только чистым воздухом. По тропам история среди редких цветов, что кроет в себе места близ станицы Благовещенская. Миллион на общее благо. Сегодня в Анапе чествовали победители конкурса на лучший орган территориального общественного самоуправления. К нам приехали представители восьми городов и районов Кубани. Зональное совещание с подведением итогов и награждением провели организаторы конкурса «Законодательное собрание Краснодарского края». Призовой фонд в один миллион рублей ТОСовцы направляют на общественные цели – благоустройство территорий. Участники совещания в буквальном смысле шли на звук оркестра. Многие использовали свободное время, чтобы осмотреть курортную часть города. Музыка везде играет, фонтаны просто шепчут, меняют свой вверх-вниз. Ну красота! Цветов кругом полно, всё зелено, народ позитивный, все улыбаются. Лариса Татульяна из Туапсинского района. Там тоже готовятся к курортному сезону. Опыт Анапы в этом смысле полезен. Здесь, видимо, слаженная работа. Курорт. Всё продвигается к тому, чтобы к приему отдыхающих. Видимо, поставлено как-то так, организованно. И, понимаете, все друг друга понимают, что нужно сделать. В Анапу подводить итоги прошлого года приехали представители территориального общественного самоуправления со всего побережья. От Анапы до Сочи, а также Абинского, Крымского и Темирюкского районов. Мне очень приятно, что своим опытом поделилась ТОС и Анапы. И вот та книга «Добрых дел», которую они завели, и отражает успехи, победы сегодняшние, хорошие дела. Она, наверное, это книга не сегодняшнего дня, а книга будущего, которую почитают и дети, и внуки, и будет, равняясь на сегодняшний опыт, продолжать это дело. Также по итогам 2016 года отметили работу общественников из Суворов-Черкесского. Там молодых людей объединили в клуб. Они занимаются спортом, поисковой работой, открыли памятник Суворову, благоустроили прилегающую территорию. Руководитель поселкового общественного самоуправления занял второе место на краевом конкурсе. На каждый муниципалитет край выделяет по миллиону рублей. Деньги идут на благоустройство. Третье место у Лиги Жулий. Она планирует в том числе озеленить территорию в районе детской художественной школы. Первое место и полмиллиона рублей у ТОС номер 26. Я же надо этим этому 10 лет. Поставим детскую стратегию площадку для детей. Для маленьких, для больших. В городе-курорте проходит собственный конкурс с призовым фондом 600 тысяч рублей. Деньги также идут на благоустройство. Заместитель главы Анапы Светлана Яровая отметила, что в территориальном общественном самоуправлении работают прежде всего неравнодушные люди. Со своей стороны, конечно, обещаю от имени администрации, от имени главы нашего муниципального образования поддержку, взаимопонимание, уважение. И взаимно рассчитываю на вашу помощь в наших довольно непростых задачах сегодня. За 10 лет существования движение территориального общественного самоуправления, как говорят на краевом уровне, набрало обороты. За вашими, может быть, на первый взгляд, малыми делами стоит большая политика. Большая политика в интересах нашего региона, каковой является наш многонациональный Кубань. Разрешите еще раз от имени губернатора края поблагодарить вас за эту активную жизненную позицию. Темпы мы не сбавляем. Средизадач на будущий год – работать с молодежью, продвигать традиционные семейные ценности, помогать в охране правопорядков, выявлять незаконные стройки, а также сохранять и приумножать в зеленые насаждения. И, что немаловажно, чаще обмениваться опытом. В Анапе развернули первую в этом году палатку здоровья. Жителям и гостям города-курорта наглядно показывают вред от табачного дыма. Медики обращают внимание, что вредно не только курить самому, но и дышать прокуренным воздухом. Два простых прибора. Первый измеряет качество усвоения кислорода. Есть специальная таблица. При этом медики подчеркивают, человек может и не курить, а просто работать там, где в воздухе есть табачный дым. Второй измеряет объем легких. У больных хроническими заболеваниями и курильщиков он со временем сокращается. Благодаря объемам легких, когда мы вдыхаем полной грудью, кислород поступает во все клеточки нашего организма и питает его изнутри. А недостаток может привести к гипоксии. Человек будет себя плохо чувствовать. Мне 70 лет. Владимир Сильев свой выбор сделал еще в юности. Мужчина никогда не курил. Занимался лыжным спортом, волейболом, велоспортом, настольным теннисом. Говорит, что тогда курить было просто не модно. Хотя не исключает, что дело было в выбранной компании. Всегда говорю, не курите. И только во вред себе будете. У вас будут легкие, зубы будут плохие. Ну и все остальные органы будут подвергаться воздействию всех этих вредных никотиновых веществ. Смолы отлагаются в легких, и не только в легких, а во всех органах. И в печени тоже, и в желудке. Так что надо стараться следить за собой. Любить надо себя. Мероприятие совершенно бесплатное. Трубки для приборов одноразовые. Обычно их берут примерно по сотне на одну точку. Никакой дополнительной информации, кроме пары цифр. Делать выводы предлагается самостоятельно. К Радонице на улице Народной, которая ведет к городскому кладбищу, завершат ямочный ремонт. На плохое состояние дороги указал глава Анапы. И поставил задачу до выходных провести ее в порядок. Ремонт дорог в Анапе и сельских округах сегодня приоритет в работе управления ЖКХ. Сергей Сергеев требует не терять ни дня в деле восстановления транспортных артерий. На эти цели бюджет направит свыше 100 миллионов рублей. Сегодня же сотрудники ДРСУ «Вираж» приступили к ремонту асфальтового покрытия. По словам специалистов, основная проблема этого пути – бетонные плиты в основании дорожного полотна. При проезде большегрузных автомобилей плиты играют, и верхний слой асфальта буквально рассыпается, делая дорогу непригодной для передвижения. На данном этапе восстановления дорожного полотна было принято решение о ямочном ремонте. Восстановить требуется более 600 квадратных метров, на которые уйдет почти 70 тонн асфальтовой смеси. Работа ведется тремя бригадами с применением 10 единиц тяжелой техники. Первая бригада фрезерует и очищает дорогу от обломков старого покрытия, вторая заливает смолой, а третья укладывает асфальт. В сроках дорожники весьма ограничены. Уже 25 апреля, в день поминовения усопших, по этой дороге поедут сотни автомобилей, поэтому в планах завершить ремонт уже до этих выходных. Напоминаем, что в период с 22 по 24 апреля движение автомобильного транспорта на подъезде к городскому кладбищу будет изменено. По улице Мирной на участке от улицы Чехова до улицы Народной движение будет односторонним в направлении от Чехова в сторону Народной, а по улице Народной на участке от улицы Мирной до Анапского шоссе в направлении от улицы Мирной в сторону Анапского шоссе. Маршрут номер 11, следующий от 12 микрорайона к городскому кладбищу, С 3 по 24 апреля будет осуществлять пассажирские перевозки ежедневно. До майских праздников остается меньше двух недель. К этому времени все работы по благоустройству в центральной части курорта должны быть полностью завершены. Такую задачу перед управлением ЖКХ поставил глава города Сергей Сергеев. Основные ремонтные работы ведет предприятие «Ремстрой». Меняется тротуарная плитка в местах, где это было необходимо. Сейчас эти работы проводятся на Пионерском проспекте и в курортной зоне на улице Гребенская. Здесь же идет монтаж капельно-расительной системы. Подобная технология уже используется на многих улицах города. Делаем под установку бурильную, закладные, и начнутся уже делать проколы. Трубопровод уже проложен, проверен полностью фирмой, которую мы нанимали. Это автополив, сервис полив города Краснодара. Приезжали, посмотрели, все нормально. Значит, как только будут проколы, начинаем обратную засыпку. Система автополива у нас началась уже два года назад. Началась она по улице Краснодарской, по улице Крымской и Ореховая роща. Там на данный момент установлен автополив, он работает. Также бригады «Ремстрой» работают в районе набережной. Здесь специалисты красят ограждения. Поврежденные или проржавевшие секции меняют на новые. Как заверяет руководство «Ремстроя», работы идут согласно графику и должны быть завершены до 1 мая. Ярмарка «Привоз» в третьем омекорайоне теперь твердо стоит на ногах. Там забетонировали площадку, а прилегающие территории отсыпают щебнем. Анапские ярмарки пользуются большой популярностью как среди жителей, так и гостей курорта. Здесь можно приобрести качественную фермерскую продукцию по ценам ниже рыночных. Это стало возможным благодаря поддержке администрации. Она предоставляет бесплатные площадки для торговли. А вот благоустраивать свои рабочие места фермеры решают по-своему. Дорожка между торговыми рядами не только обрела новое покрытие, но и стала значительно шире. И вот на первой же после ремонта ярмарки позитивные изменения отмечают как покупатели, так и продавцы. Проход был очень узенький. Щебенка, с колясками, с детками невозможно пройти. А бабушкам лично и мне уже я к этому отношусь. Очень трудно, пыли очень много. Когда ветер задувает на зелень, это гигиенически неправильно. Ну и вот решили, и вот это нам тротуарчик сделали. Великолепно. Здесь какая была грязь, здесь не пройти было, особенно когда дождь. Это же вообще страшно было, что мы все в грязи были, приходили домой, тем более с коляской. В качестве материала для покрытия дорожки использовался декоративный бетон. Такое покрытие и выглядит эстетично, и прослужит долго. В ближайшее время деревянный бордюр уберут, а территорию выровняют с помощью щебня. В планах забетонировать площадки и под торговыми точками. 183 года подряд на праздник Благовещения станица, затерянная среди лиманов, отмечает свой день рождения. В апреле на крутом берегу зацветают дикие ирисы. Не всегда погода дает добраться к первозданной природной красоте. Но не только цветами привлекают эти места. История края здесь напоминает о себе на каждом шагу. Нашими экскурсоводами в историю стали супруги Чернышевы. Анатолий Иванович со своими сверстниками, благовещенскими мальчишками, исследовал здесь каждую балочку. Дикие ирисы цветут именно там, где проходила линия военных укреплений Великой Отечественной. Это были укрепления. Вот даже видно, видите, полоса зарощая. Вот это, как сказать, у них соединение было трех, насколько я сейчас вижу, три или дальше, там их надо считать. Вот одно орудие стояло, да, там, или расчет какой-то полимерский. Наивой, да. Вот ямка вторая, там вот третья, и дальше, дальше. Видите, соединялись они, они тут переходили. Вот это все со времен войны все осталось. Катерина Васильевна и Анатолий Иванович Чернышевы с большой любовью рассказывают и об острове Буяни, и о том, сколько вулканов стояли на пути Одиссея, который странствовал именно этими морями. Дикие цветы своим цветовым разнообразием дополняют сказочность здешних мест. Поражает, что на одной лужайке сразу пять-шесть цветовых раскрасок, каждый из которых излучает свой особенный аромат. Цветы эти нещадно копают, но копателей мы встречали на каждом шагу по Благовещенским барханам и курганам. Да и сами соблазнились. В румынских казематах, сложенных из кирпича, которые делали на Благовещенском кирпичном заводе, с легкостью нашли небольшую пулю. Но это мелочь по сравнению с тем, что находились здесь раньше. Нарвались на вот эти 45-миллиметровые снаряды, и патрон этот, это все вместе, в 45-миллиметровой пушке. Их вымыло с песка, в песке они сохраняются как новые, прямо вот бери и стреляют. На Соленом озере и высадился один из знаменитых десантов, погибших в этих местах 25 и 26 сентября 43-го года. Где начинается Кассандра, вот там большая часть там высадилась, вот они высадились, 45-ки с собой тащили, минометы с собой тащили. 600 человек Иркутского стрелкового полка сложили здесь свои головы под гусеницами танков. Командир роты, капитан Шаповалов, москвич, был ранен в ногу. Он сел, взял в руки две гранаты, противотанковую и РГД. Танк надвигался, Шаповалов перевернулся и под него. Я видел, как на него наехал танк. Танк встал на дыбы ценой жизни капитана. Живых осталось только 25 человек. Все они приезжали на это потрясающе памятное место. Станицы этих ветеранов знают каждого в лицо. А сибиряки установили здесь памятную плиту в память о погибших земляках. Маршрут же, которым провели нас супруги Чернышевы, невероятно увлекателен и полон потрясающих историй и исторических названий. Он вполне может стать новой туристической тропой. Редко встречающиеся в природе первые весенние цветы только подтверждают ценность этих мест. Четвертая и двадцатая школы Анапы признаны лучшими в организации информационной деятельности в социальных сетях. На днях завершился муниципальный этап краевого конкурса «Медиастарт». В нем принимали участие все школы курорта. И только две будут представлять наш курорт на краевом этапе конкурса. Вести отдельную группу в сети задачи не из простых. Необходимо регулярно следить за обновлением новостей, вовремя сообщать подписчикам о предстоящих мероприятиях, а также знать, кто именно посещает страничку. Группу четвертой школы ведет пять человек. Все они представители ученического совета. Мы очень старались, мы очень хотели победить в этом конкурсе. Мы намеренно к этому шли, собирались, работали над этим, обсуждали идеи лучшие у кого-то, они не такие. И я думаю, что только наше стремление привело нас к победе и желанию. Оценивали группы по нескольким критериям. Оформление обложки, качество ведения, количество подписчиков и даже наличие отдельных рубрик. Группа четвертой школы – это коллективная работа учеников и педагогов. Если у нас возникают какие-то вопросы в плане дизайна, мы обращаемся к преподавателю искусства, изобразительного. Если у нас возникает вопрос с орфографией, мы обращаемся к учителям русского. Учителя нас всецело поддерживают, мы к ним обязательно обращаемся за помощью. Дети в основном все свое свободное время находятся в социальных сетях, ВКонтакте. У нас многие учителя ВКонтакте для того, чтобы как раз-таки общаться с детьми. Передавать информацию. Все новости, которые происходят в школе, где дети принимают участие в краевых, городских, они сразу все выставляют с фотографиями, со своими комментариями, выставляют интересные посты, самое главное – собирают лайки. И все вот это вот, они так работают. Школы-победители будут представлять свои идеи на региональном этапе конкурса, который стартует с 21 апреля. И в завершении выпуск информации о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Представляем вам еще одного партнера программы новости. Медицинский центр «Анапа-Океан» – это качественная комплексная медицинская помощь, начиная от первичной консультации и диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Консультация и осмотр у врача-эндокринолога. Исследования, экспресс-тестирование и УЗИ всего за 1102 рубля. Анапа Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 4 24 19. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова